МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На канале АТВ-Центр время новостей. И в эфире программа ныне с информацией в изложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В рамках федеральной целевой программы социальное развитие села до 2013 года для молодых специалистов, работающих в населенных пунктах Актубинского района, строят современное жилье. За развитием дневных стационаров будущее. Далеко не каждый направляемый на лечение в стационар нуждается в круглосуточном наблюдении. Согласно статистике, таких только 20%. Остальным 80% достаточно амбулаторно-поликлинических услуг. Вакцинацию против бешенства домашним любимцам можно сделать бесплатно. Мобильная бригада ветеринаров предлагает свои услуги, выезжая в разные точки города. И обо всем подробнее. Сложившаяся ситуация в социальной сфере населения является сдерживающим фактором формирования социально-экономических условий устойчивого развития сельских поселений Астраханской области. Без государственной поддержки в современных условиях муниципальное образование не в состоянии эффективно участвовать в проведении социальных реформ. Для повышения уровня социального обустройства сельских населенных пунктов Астраханской области и в частности в Ахтубинском районе успешно реализуется федеральная целевая программа «Социальное развитие села» до 2013 года, в рамках которой для молодых специалистов строят современное жилье. Не секрет, одна из самых основных проблем на селе, многие годы нерешаемых, отсутствие благоустроенного жилья. По этой причине не задерживаются в них молодые специалисты, направленные для работы после окончания учебы в социальную сферу, да и молодых механизаторов, овощеводов, животноводов в селах тоже сложно найти. Город забирает трудовые ресурсы. Хорошо понимая это, руководители района разработали целевую программу «Социальное развитие села на территории района» на 2012-2013 годы. Ведущими специалистами Управления сельского хозяйства района, Комитета по делам семьи, подростков и молодежи в процессе подготовки документа тщательно обсуждались нюансы. С руководителями сельскохозяйственных предприятий, фермерами, работниками социальной сферы сел и района решали главный вопрос, материальный, без которого к реализации проекта приступать было сложно. Уже в прошедшем году появился первый положительный результат этой работы. В этом году у нас участие приняли 14 семей. Из них 7 семей как граждане участвовали в программе и покупали жилье. И 7 семей как молодые специалисты и молодые семьи. В этом году у нас один специалист, молодой специалист по Верхнему Баскунчаку получил жилье. На эту программу было потрачено, было профинансировано 8 миллионов рублей. Эта программа создана для поддержания жизни в селах, чтобы развивались селы, чтобы создавались рабочие места в селах, чтобы люди работали и не уезжали. Мы стараемся, чтобы велось строительство, чтобы люди строились, расширялись, чтобы открывали свои крестьянско-фермерские хозяйства. В Ахтубинском районном суде Астраханской области 18 января состоялись предварительные слушания по уголовному делу в отношении директора государственного унитарного летно-испытательного предприятия «Взлет» Вячеслава Орешича. Руководителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 201 злоупотребления полномочиями и частью 3 статьи 160 присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному с использованием служебного положения. Очередные слушания по данному уголовному делу продолжатся на следующей неделе, 28 января. Продолжаем программу. Несколько лет назад новость о закрытии ведомственной больницы водников не лучшим образом отразилась на настроении жителей поселка Петропаловка. Население здесь в основном преклонного возраста и пожилые люди нуждаются в постоянном медицинском наблюдении. Выход из положения был найден. Пять лет назад в заречной части города появился дневной стационар. Он создан для оказания квалифицированной помощи пациентам, состояние которых не требует круглосуточного наблюдения. Здесь пациенты могут получить лечение, сравнимое со стационарным, не отрываясь надолго от семьи и дома. Такая форма медицинского обслуживания населения, по словам заведующей дневным стационаром Евгении Кокуриной, экономически оправдана, а по мнению самих посетителей еще и удобно. Получить все необходимые процедуры с 8 утра до 14 часов в две смены здесь успевают не только терапевтические и неврологические больные, но и те, кто нуждается в клиническом, сирологическом и биологическом обследовании. Дневной стационар при поликлинике номер 3 поселка Петропавловка работает уже шестой год, и нареканий со стороны пациентов пока не было. Медицинская помощь здесь оказывается бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Больные в основном у нас лежат разного профиля, это и терапевтического, и неврологического. Вот за 2012 год, значит, у нас пролечилось 218 человек. В основном у нас лечатся люди в заречной части города больные. И, в общем-то, и первоначальной задачей было поставлено после закрытия больницы, когда было очень много жалоб, что закрылся стационар. Вот я в этом стационаре была 20 лет заведующим отделением. И здесь после этих жалоб был организован тогда дневной стационар, где как-то попытались мы оказать населению почти такую же помощь, только без питания, и без того, чтобы больные здесь находились ночью. Направление в дневной стационар пациенты получают от участкового врача. При необходимости проводится дополнительное обследование, консультация специалистов, уточняется диагноз. Больные сюда приходят, мы его оформляем, и потом начинается лечение. Заводим историю болезни, это обязательно. У нас здесь в дневном стационаре доктор, врач у нас, вот Евгения Ивановна Кокорина, она принимает, она смотрит, она делает назначение. Мы оформляем историю, все как это, как в стационаре, как в обычном стационаре. Что вносится в историю? В историю, ну, все манипуляции, которые здесь проводятся. В дневном стационаре всего две палаты, девяти коек хватает. Кому-то требуется полежать большую часть смены, а кто-то приходит сюда ненадолго. Сделать внутримышечные или внутривенные инъекции, поставить капельницу, принять различные физиотерапевтические процедуры. Магнита, лазеротерапия, лечение ультразвуком, УВЧ, ионофорез. И это неполный перечень всех физиопроцедур, которые назначаются и проводятся пациентам. Особой популярностью пользуется массажный кабинет. Мышцы и косточки профессионально и с удовольствием своим подопечным разминает массажист высшей категории. Ну, сами больные, конечно, очень довольны, потому что, во-первых, в основном они живут здесь, им очень легко добираться. С медикаментами в последнее время это очень хорошо. То есть у нас больные сейчас не покупают ни шприцы, ни системы, ни растворы, ни лекарства. Вот те, которые им показаны по стандарту. Лечение мы сейчас проводим согласно медицинским стандартам, значит, утвержденным нашим Министерством здравоохранения Астраханской области. Если больные хотят получить лечение, которые сверх вот того перечня медицинских препаратов, которые являются, как говорится, ну, которые входят в медицинский стандарт, то эти препараты они покупают за свои собственные деньги, и мы тоже их лечим этими же препаратами, если они куплены в аптечной сети. Помимо подбора и назначения лечения, ежедневных осмотров, проведения консультаций специалистов при необходимости и согласно медицинским стандартам, здесь проводят выписку пациента с оформлением документации и с выдачей на руки больному, выписки из истории болезни и документа, удостоверяющего временную нетрудоспособность. Евгения Кокурина уточняет, что эффективность лечения в дневном стационаре составляет 99%, и только 1% пациентов получает направление на дальнейшее лечение в Центральную районную больницу. В дальнейшем, согласно программе государственных гарантий, предусматривается уменьшение объема стационарной помощи почти на 20% за счет развития стационарозамещающих форм, а также рост доли расходов государства на амбулаторно-поликлиническую помощь. Так что за дневными стационарами будущее. С 23 по 26 января в Ахтубинске пройдет выставка продажа медицинских аппаратов Елатомского приборного завода, которые пользуются популярностью не только в России, но и за рубежом. Их можно будет приобрести по заводским ценам в аптеке «Альма», расположенной Пожуковского, 14. Сегодня мы знакомимся с продукцией Елатомского приборного завода, который называют домашним доктором не только в России, но и за рубежом. Вот уже 30 лет специалисты завода работают под девизом «Все для здоровья, здоровье для вас». За это время они выпустили целую серию портативных медицинских аппаратов, которые помогают избавиться более чем от 60 различных заболеваний. Такие приборы сегодня есть во многих больницах и медицинских учреждениях. Теперь они могут появиться и у вас дома, и вам больше не придется стоять в очередях на физиопроцедуры. В отличие от лекарств, портативные физиоаппараты не вызывают привыкания, и ими можно пользоваться годами. Самый популярный прибор для домашней аптечки «Алмаг». Он действует с помощью импульсного магнитного поля, которое совпадает с биоритмическими импульсами нашего организма. «Алмаг» помогает при остеохондрозе, артрите, артрозе, заболеваниях сосудов и гипертонии. Пожилые люди могут использовать «Алмаг» без посторонней помощи. Четыре индуктора «Алмага» очень удобны в применении. Их можно обернуть вокруг сустава, положить на шейный отдел позвоночника, на них также можно лечь спиной. А это «Мавит» – настоящее спасение для мужчин, страдающих простатитом и аденомой. Теперь вы можете не затягивать деликатное лечение в клинике, используя «Мавит» в домашних условиях в удобное для вас время. «Мавит» разработан при участии врачей-урологов и сочетает в себе самые эффективные методы лечения – тепло, магнитное поле и вибромассаж. Если осенью вас, как обычно, мучает насморк, обратите внимание на фею. Этот прибор не зря называют лор-врачом на дому. Он глубоко прогревает сухим теплом слизистые угортани, гайморовы и лобные пазухи. Особенно он полезен для малышей от одного года, которые еще не освоили процесс высмаркивания. Приобретайте приборы торговой марки «Еломет» на заводской выставке продажи в Ахтубинске с 23 по 26 января в аптеке «Альма» по адресу Улица Жуковского, дом 14. На выставке действуют заводские цены. Уже несколько лет сотрудники государственной ветеринарной службы бесплатно делают уколы от бешенства всем домашним животным, принесенным на мобильный пункт. Для удобства людей машина с ветеринарами дислоцируется в различных точках города, о чем заранее предупреждают владельцев животных. Пользуются ли спросом мобильные услуги? Ответ на этот вопрос искала наш корреспондент Регина Мусина. 18 числа будет проводиться вакцинация против бешенства. Такие объявления появились на подъездах всех домов первого микрорайона за несколько дней до появления здесь мобильной бригады ветеринаров. С самого начала работы вокруг врачей выстроилась целая очередь из желающих привить своих питомцев. В основном приносили кошек. Как оказалось, многим из них ни разу не ставили укол от бешенства, хотя животным уже по несколько лет, а прививать их необходимо каждый год. А у вас кошечка домашняя? Наполовину она у нас домашняя, но любит улицу. Каждый год прививаете? Да нет, вот первый раз. А раньше почему не прививали? Да как-то так не говорили, особо разговора не было, а сейчас что-то страшно стало. Хотя встречались и более ответственные владельцы животных. Например, этого рыжика не только ежегодно прививают, ему даже паспорт завели. Хозяйка шутит, мол, он у нас равноценный гражданин страны. Почему паспорт есть? Кот с нами путешествует из города в город. Бабушки ездим в Сибирь, в Новосибирск, везде, и в поезде, и на машине, поэтому без паспорта не дадут свидетельства разрешений на вывоз. А так, если бы не ездили, заводили бы, как считаете, нужно, нет? Все равно нужно, там же делают отметки о всех профилактических прививках. За три часа работы мобильной группы в первом микрорайоне врачи вакцинировали порядка 70 животных. Реакция у кошек на укол была разная. Кто-то спокойно переносил эту участь, а кто-то то и дело пытался удрать из рук ветеринаров. Зато реакция у хозяев была, как правило, одинаковая. Не бойся, не бойся. Молодец, хороший мальчик. Даже не плакал практически. Жаль. Дискос, ты какая-то звездой станешь. О том, как в целом обстоят дела с бешенством на территории района, по телефону нам рассказал главный ветеринарный инспектор Ахтубинска. На сегодняшний период еще с территории города Ахтубинск не сняты ограничения карантин по бешенству домашних животных. Но уже подан материал на рассмотрение распоряжения губернатора о снятии, потому что прошло с момента регистрации последнего случая более трех месяцев. Но проблема остается. На сегодняшний момент у нас идет уже опять регистрация и обращение граждан с трупами животных именно домашних и в том числе особенно кошек, которые опять на протяжении года не прививают своих животных и не знают, что их надо регулярно раз в год прививать. Даже в том случае, если карантин будет снят, мобильные бригады будут работать регулярно. Кроме этого, привить от бешенства домашнего питомца абсолютно бесплатно можно в самой государственной ветеринарной службе. В этом учебном году ряды юных музыкантов, художников и театралов пополнили более ста девчонок и мальчишек. Все они успешно учатся в районной детской школе искусств номер 21 и уже пробуют выступать на сцене. В воскресенье в районном Доме культуры состоялся их первый концерт и церемония посвящения в юные маэстро. В поисках семи нот так назывался праздничный концерт, главными героями которого были первоклассники районной детской школы искусств номер 21. Они выбрали разные направления. Кто-то мечтает стать художником, кто-то театралом, одни учатся правильно петь, другие танцевать. Большинство отдало предпочтение музыке. В традиционном школе осталось обучение именно на классических инструментах музыцирования фортепиано, скрипка, виолончель, вокал и народные инструменты в принципе хочу сказать считаются если на уровне государственном где-то отчасти даже мало изученными и мало используемыми в жизни но в нашей школе в принципе есть обучение и на домре, и на балалайке, на баяне, на аккордеоне ну и конечно духовые инструменты потому что в силу того, что наш военный городок богат тем, что сохранен духовой оркестр воинского гарнизона поэтому у нас есть очень хорошие интересные педагоги. За плечами у первоклашек четыре месяца обучения и вот оно долгожданное и в то же время волнительное первое выступление на сцене как маленький итог кропотливого почти каждодневного труда. У меня сегодня был первый раз я вышел на сцену я сегодня играл этюд номер 146 так понравилось тебе на сцене? что там было все легко что я там ничего не боялась все было у меня там хорошо. В самом начале своего выступления флейтистка Арина сбилась с ритма и прекратила играть но буквально через секунду собралась и исполнила номер без единой помарки. Я просто еще никогда так одна сама не выступляла потом я собралась и начала играть правильно. За выступлениями юных чтецов вокалистов и музыкантов внимательно наблюдали не только педагоги. Глаз со своих любимых чат не сводили родители переживали и радовались одновременно. Ну конечно волновался потому что как бы у самого тоже есть некоторый опыт выступления и поэтому он как любой артист как будто сам там был. Было легко? Легко? Совсем не боялся, не волновался? Ну чуть-чуть поволновался конечно же для начала а потом и стал. Стать хорошими исполнителями такую цель перед собой поставили юные музыканты им есть на кого равняться школа славится талантливыми учениками в их числе Маша Зайцева Костя Железняков танцора ансамбля арабески своим мастерством они порадовали зрителей и в этот раз. По завершению концерта директор школы искусств торжественно объявила что все выступавшие на сцене теперь не просто первоклассники им присвоено звание юных маэстро и что они по праву стали членами дружной творческой семьи которую представляет собой весь коллектив школы сплоченные радостным известием ученики хором исполнили финальную песню И на сегодня это все новости спасибо что оставались с нами всего доброго и до следующей встречи в эфире Субтитры создавал DimaTorzok